Привет, бои и скауты, с вами QY. Добро пожаловать в Человека-паука для PlayStation 4. Мы продолжаем проходить DLC-ограбление, которое связано с черной кошкой, с мафией. Мы еще не узнали... А что эта праздная картинка должна быть где-то здесь? ...тайну кошки, то есть тайну ее сына даже. Что это за сын? Сын ли это паука? Ну, как я и сказал, я не думаю, что это сын паука, но звучит интересно, то есть такая маленькая интрига. Да, сейчас я соберу последнюю картину, которую украл отец Хиликс Викарди. Это вот прям где-то, где-то, вот она. Я не знаю, что за это паучу, но может быть какой-то бомж будет. Ну, то есть просто я... Детектив, кажется, я нашел последний тайник. Точно нет никаких других? Точно. Это последняя часть наследия Харди. Не знаю, как тебя и благодарить, паук. Всегда рад помочь, детектив. И знаешь, я думаю, ты прав насчет новой кошки. Приглядывай за ней, ладно? Это для меня важно. А, странно как-то, что он имел в виду. Лучше перезвонить и спросить. Набранный вами номер больше не обслуживается. Стало еще страннее. Это был. Загляну-ка в его участок. Что? Кто это был? Это был не на самом деле... Где он? Получается, это был не настоящий детектив, который... Это... Погодите. Это... Это был как раз-таки отец Фелиции, который... Просто мы ему вернули его картины, типа того или что? Я не понял. Окей, ладно, я с этим разберусь. Пока мы летим сюда... Это что-то другое вроде, нет? Оу, это было очень странно. Окей. Вы, конечно, кстати, поддерживаете лайком. Большое спасибо за вообще... Любую активность под роликом. Черт. Кто это был? Это... Это загадка на уровне сына. Мне прям даже интересно стало. Это пицца, конечно. Он же заказывал пиццу. Оу, двойная пепперония. Я прям сам проголодался. Я люблю тебя. Но... Я должен тебя уничтожить. У него еще вот эти кошачьи... Коготки. Шикарно выглядят. Сцена странная, в том плане, что она, знаете, как-то обрывается. Черный экран, сцена, черный экран. Но... Было мило. Алло? Я смогла разузнать про тот номер. Он принадлежит грузовой компании, которой владеет старый друг Кувалды. Я уже там. Дай мне пару минут. Я буду как только смогу. А пока... Я, пожалуй, немного осмотрюсь. Еще лучше мы будем играть за МД. Я говорил, когда прошел... Надо осмотреться и выяснить, здесь ли держит мальчика. Если здесь, то вытащить его. Тогда... А что, если он будет похож на Питера? Хватит МД, успокойся. Когда прошел основную сюжетку, то я отметил, что мне очень нравились миссии за Майлза и МД. К этому парню бы полежать. Я только рад, что их добавили. О, он по-прежнему ходит с шокером. Что это? Листы фальшивых купюр. Похоже, Кувалда завел себе новое хобби. Сначала нужно сделать фото. А, это купюр. Есть. О, я не знаю. Стиви опять разыгрался, синдром размазни. Сейчас, секунду. Давайте. Эй, кто там? Этот здесь будет? О, надо меньше ужать. Держи. Воу. Я думал, не получится. И этого можно сразу прихлопнуть. Как там у тебя? Здесь еще парни. Нормально, идем. Оу, а вот это настоящие деньги. Наверняка фальшивые. А, нет, может быть и фальшивые. Вот не следа мальчика. Мне так странно думать о Питере, как об отце. А уж каково должно быть ему. Но он был бы хорошим отцом. Надо там проверить. Как проверил. Отлично. Надо бы снять того парня. На случай, если потом придется улики собирать. Посмотрим, смогут ли мои источники в полиции его опознать. Весь день на гребаном телефоне. А ну за работу, хватит прохлаждаться. Ноутбук без присмотра. Отличный шанс. Внимательнее смотрим на фамилию, мало ли отсылки. Посмотрим, где их база хранения. Давай, давай. Вот же чёрт. Ладно, скажу парням. Семейство Коста совсем распоясалось. Как будто на войну решили пойти. Мне надо придумать, что со всем этим делать. Всем быть на чеку. Кто сунется, тот сам виноват. Валим его. Так, получил данные об отправлениях. Надеюсь, это подскажет нам, где держат её сына. Покопаюсь в них попозже. А пока надо выбираться отсюда. И тихо. Я не знаю, есть ли смысл его вырубать. Ну давайте. Я надеюсь, нам покажут Кувалду. Мне просто любопытно посмотреть на него в этой игре. Охладить их. Ну давай. Надо в новую кушарь зайти. Чёрт! Ну и бардак! Ну и кто чистить будет? Ты! Я! А почему не ты? Ну по идее, этого можно вырубить? Чего это? А может мы оба? Ты первый. Нет, ты первый. Подзадежал. Подзадежал. Нужно скорее уходить. Так, народ, все сюда. Я не знаю, как она уйдёт, потому что... Мастер маскировки, серьёзный. Она молодец. Да уж, на волоске была. Чёрт тебя! Прости, прости, прости. Что ты здесь забыл? Из чего пахнешь пиццей? Может, потому что я ел пиццу? Ну, вообще-то, пока ты там обедал, я собирала доказательства и искала пропавшего мальчика. Я старался есть побыстрее. Мне кое-что проверить надо. Созвонимся. На будущее. Не висит вниз головы после пепперони. Ой. Да, у паука, кстати, голос стал тише, и он, знаете, как будто через ткань говорит. Это как раз-таки фишка этого дополнения вроде. Ну, то есть, это добавили не так давно, я так понимаю. Вот. Этот эффект. Ну, когда я проходил сюжетку, этого не было, я заметил, что в комментариях заметили. Привет. Мне нужна помощь. Я пришлю тебе адрес. Фелиция? А что вообще? Невероятно. Да. Не особо долго мы говорили. А что касается этого... Блин, кто это был? И где этот адрес... Прикрыть кошку? Хм. Что мне, всё бросить и побежать? Ну вот. Сейчас. Я всё бросаю и бегу. Неужели? А где адрес этого... детектива Маки? Стоп. Ну, его нигде нет. Он должен быть здесь. Ладно. Окей, я потом с этим разберусь. Но странно, что он не появился. Паук сказал, типа, я посмотрю. Я уже не помню, куда мы вообще приходили к нему. Это надо будет смотреть. И... А оно всё равно должно отображаться, как миссия. Но пока идём к кошке. Кто это, спайдер-мэн? Я, кстати, благодаря этому прохождению, вы знаете, как я смотрю Сорвиголову. Я досмотрел сезон, и это шикарно. Это однозначно лучший сезон Сорвиголовы. Как мне кажется, вот за всю историю. Ну, за три сезона. Хоть во втором сезоне был Каратель. Эй, Питер, я тут подумал и решил, что ты абсолютно прав. Мне сейчас надо сосредоточиться на учёбе. Рад слушать. Но я всё равно хочу чем-то заниматься. Так что пошёл в баскетбол. Как тебе? А, ну да. Только осторожно. Не нарывайся. Чтобы ничего... Опять началось. Ну, тут прям такая большая раунь. А в первом... Первый сезон Сорвиголовы вообще был, как бы, оригином. Поэтому тоже интересно. Но третий... Прямо... Столько всего происходит. Так, что тут у нас? Старый приятель подсказал. Кувалда хранит что-то крайне ценное вон в том офисе над баром. А здесь людно. Заметят меня. Сыну конец. Я их отвлеку, а ты пройдёшь внутрь. Мой герой. Давай уже. Пожалуйста. Я ещё хотел... Секунду. Нет, не сюда. Хотел проверить по костюмам. Так как я прошёл... Я не получу этот костюм. Чтобы получить, нужно... Все задания. Ладно. Я должен их просто вырубить. Верно? Блэк Вин. У меня, кстати, стоят равные шансы. Потому что я пытался выполнить... Один из челленджей. Не получилось. Спойлер. Ну, там слишком опасно. Там ещё бармен стоит. Можно, конечно, так. Ну, так запалят. Как вам идея работы с кошкой? Не знаю. Я бы ей дверь для меня придержать не доверил. Да, это кинул. Кое-что есть. Кумал, ты недавно приобрёл неприступное хранилище размером в комнату. Для самой ценной добычи. Вроде похищенного ребёнка. И где это хранилище? Пока не знаю. Но здесь есть и другие забыки. Хранилище. Надо было это заснять. Я тебя урою. Кстати, я не помню, в этой игре вообще был намёк на Кингпина? Отустите его! А, конечно, да. Чёрт, он же появлялся в начале. Ну, и не только в начале. Ну, в общем, да. Я забыл, как Кингпин здесь был. Очень хочется, чтобы его выгнали в следующей игре как злодея. Бармен, ты чё-то там офигел? Потому что он явно этого достоин. Тем более, в этой игре сделали не то, что на это намёк, а... Ну, показали его вначале. Типа, он сидит в тюрьме. Его посадил паук. Очевидно, он захочет омстить пауку. И, в общем-то, можно было бы это всё вывернуть. Хватит, дурни! Навалитесь все разом! Можно и не потанцевать! Наконец-то! Офигенно, вместе! С годами ты явно размяш. С годами? Эй, я, может, старше тебя, но я не старый! Взять его! Вы что? Берегись, граната! Кстати, насчёт гранаты. У меня же тоже есть. Да, на него не работает слишком много. Нет, нельзя! Ну, я за него. Вот это да! Ты сейчас промой костюм? Нет, я... Проехали! Я... Я из-за своих же гранат ничего не видел. Сейчас рванём! Вот так! Что это вообще было? Я ничего не понимал, что происходит на экране, там... Кто-то пытался в меня стрелять, кто-то пытался меня атаковать, и я не понимал даже с какой-то стороны. Ну ладно. Хватит, дурни! Навалитесь все разом! Можно и не потанцевать! Наконец-то! С годами ты явно размяк. С годами? Эй, я, может, старше тебя, но я не старый! Вы что, с обеденного перерыва вернулись? Вытащите меня! Можно поучаствовать? Нет, нельзя! Сейчас будет больно! Мы с тобой хорошая команда. Не привыкай! Эй, это был бой! Нашто задел! Готов. Это да! Ты сейчас промой кассюм? Нет, я... Проехали! Валите его! Сам себе не похвалишь, что никто не хочет... Стоять! Да, она мне сейчас как раз таки пригодится. Ты что, поддаешь? Нет, в смысле, да, ну... Ну, то есть, у нас тут не соревнования. Эй, оставь мне хоть кого-нибудь! Это был мой. Я сейчас не видел, купил. Это прям насмотрелось. Сейчас рванет! Как он дерется, когда я его купил паутиной. Из-за того, что здесь и кошка, она даже больше мешает, чем помогает, если честно. После тебя. Нет, нет, нет! Ты узнала, где это хранилище? Нет, но мы скоро его найдем. И моего сына точно держат там. Раз уж зашла речь, у нас все еще не закончен разговор. Тебе этого не хватало? Чего? Чтоб в меня стреляли, пока ты что-то крадешь? Я пыталась исправиться. Нашла работу без взломов и грабежей. Даже стала бегать по выходным. Я хотел узнать, где ты. Тебе, наверное, было тяжело, особенно с ребенком. Чтобы найти его, надо копнуть глубже. Я хочу помочь. Если уж мы работаем сообща, то... Кое-что проще сделать одной. Кое-что. Я позвоню, если мне будет нужен кавалер. Ладно. Мы ничего не узнали. Привет, Эмджей. Удалось что-то получить с ноутбука? Расшифровываю данные. Скоро что-нибудь будет. Класс. А пока у нас появилась еще одна зацепка. Мы думаем, что кувалда держит ее сына в хранилище. Но не знаем, где оно находится. Когда я взломаю эти файлы, попробуем вместе сложить этот пазл. Только не ищи в этой фразе намека. Сложно, конечно, удержаться. Но я попробую. Спасибо, Эмджей. Спасибо, Эмджей. Сообщи, что найдешь. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Я бы посмотрел, что там с этим детективом. Но почему-то мне не хотят показывать. Нет, по-прежнему ничего не появилось. Тем более, даже сторонние вроде джедания не появились. Нет? Ничего нет? Куда пропал этот детектив? Ну, мне жутко интересно, куда он делся. Ну, ладно. Так, у нас есть вот такая штука. Испытание гаджет. Ну, давайте попробуем. Я не уверен, что у меня получится. Вот прям совсем. Но с гаджетами вроде не все так плохо. Кстати, стоп. Этого не было, по-моему? Этого не было, когда я в прошлый раз играл. Ну, то есть, когда проходил сюжетку. Не помню этого места. Ну, может быть, и было. Как-то больше загрузок стало, если честно. Эй, ребятки! Готовы к особому выпуску? Благодаря небольшому Трояну, который я запустила в твой костюмчик, ты сможешь использовать только два своих гаджета. А что сделать нужно? Придется играть по ее правилам. Инвестиционная матрица. То есть, мне нужно... Прям... Не, покажи тебе! Что это? Всего один гаджет? Скучно! Покажи нам оба! Не-не-не! Я же сказала, только газеты! Нет! Соблюдай правила! Серьезно? Больше гаджетов, больше астов! Ну, она имеет в виду вот так. Вот это я понимаю! Котный контент! Спасибо! Я понял, что она пытается сделать, но чтобы я вот так поднимал и потом прибивал. Тем более, они здесь, видите, бесконечные. Беги! Грапа, мол, начинает слегка подлагивать. О, какое! Себе испытание. Ого! Ого! Сколько лайков! Так, держась, паучок! Видите, все радуют, что лайков много. Давайте тоже поддерживайте, видос. Водобамба! Не пропусти! Водобамба! Водобамба! Эм, так. Лол! Смотри, как корчится! Меня немного скушает, что она постоянно использует фразочки из интернета. Лол! Это очень... Кринжово звучит. Мне стыдно становится почему-то. Как будто родитель произносит, знаете. Хватит! Это не смешно. Кто проклопал? Мне нужно вот сюда подниматься, чтобы... О, они такие забавные, если их подбросить, верно? Все, мечи, заберите! Финфинал был близко. Честно, я даже почти на золото выполнил, но это очень скучно было. Ну же, постарайся! Ради своих фанатов! Нет, все, спасибо. Питер, я наконец-то взломала ноутбук. Помнишь, ты говорил про огромное хранилище? Я нашла запись о том, что его доставили на верфь после адской кухни. Мальчик наверняка там. Спасибо, Эмджей. Адская кухня! Он забавно так игнорирует все ее намеки. Ну ладно, я думал, что там просто как-то можно переместиться побыстрее, чтобы время не тянуть. Но полетим, полетаем немного. И... Стой, это, кстати, башня Фиска. Там что написано? Фиск? Не понимаю. Да, Фиска. Башня Фиска. Да? Ну, деньги у него здесь явно есть. Хотелось бы, конечно, увидеть побольше его в сюжетке, но нет. Почему-то... Почему-то они решили оставить это на потом. Но опять же, дело в том, что стикл будет еще связан с Веномом, скорее всего. Непонятно, как там включится Фиска. А молодежь всячески это поддерживает. Такие называют себя шипперами. Не путайте со шипперами. Шипперы любят строить теории о чьих отношениях. И им хочется, чтобы Человек-паук и Черная Кошка... ...сошлись. Хотя и не все. И об этом они ведут горячие споры. Кажется, это называется холивары. В мои годы у нас не было времени на шипперство и холивары. А знаете почему? Мы работали! Так что вот что. Джейн Джона Джеймсон хочет сказать любить... Да черт, я не заходил на эту территорию. Любите работать, он, наверное, хотел сказать. Или любите друг друга. Новое доброе шоу Джей Джона. Энджей была права. В таком месте они могут держать мальчика много дней, и никто об этом не узнает. Это здесь. Точно. Нельзя, чтобы нас заметили. Нужно уложить их всех. Как раньше. Тише, кошки. Не заметни паука. Все, включаю. Если они нас заметят, то убьют твоего сына. Надо действовать тихо. Нажмите на отмечник. Окей. А в чем смысл тогда? То есть она будет помогать, но короче... Ладно, я... Мне нужна помощь! С радостью. Пусть только сунутся к нам. Я и сам могу это сделать. Как же тут много охраны. Будет нелегко. Прикольно. Играем по стелсу. Вот здесь стелс уместен, и я точно буду действовать. Но в любом случае, потому что у меня выбора-то нет. На самом деле. Эм... Эм... Парень. Эй! Все еще помнишь этот прием? Прием какой? Их нужно разделить. Я бы на самом деле снайпера взял себе. Лови. Нет, погоди, не хочу никого ловить. Выключаем. Здесь никого? Нет. А вот этот? Помощь не нужна, паучок? Пока нет. Ладно, давай. Чтоб посмотреть, как она работает. Че я все делаю. Эм... Вот здесь, конечно, было бы неплохо. Ну, давай ты. Ага. Отлично. Идем дальше. А я... Вот на самом деле здесь неплохо было бы, чтобы она помогла. Например, она... А, тут их трое даже. А этот? Ну, давай ты. Эй! Подмогу сюда! Еще один готов. Осталось примерно девять. Как жизни? Нельзя облажаться. Сейчас этот зайдет. Если он зайдет... Только скажи, паучок. Неплохо. Вот это тимворк. Вот это мне нравится. Фух. Нет, нельзя его трогать. Ну, смотрите. Здесь двое. Короче, ладно. Я возьму его сам. Люблю такое. Осталось немного. Давай, грубая. Давай, давай, давай. А, нет. Здесь кто-то даже смотрит. Тогда не будем. Думаю, я смогу разделить их. Эй! Ты труп! Двое их и двое нас. Черт. Ты что, красуешься? Все равно он был последним. Все, нормально. Хранилище может быть где угодно. Проверь грузовые контейнеры, а я посмотрю, он в том здании. Фелиция! Что? Мне жаль, что Кувалда так поступил. Ну что ж. Скоро он узнает, что разозлив кошку, получишь когтями. Проверю эти грузовые контейнеры. Не смейте писать про стелс прохожение. Не смейте! Да, что касается черной кошки, она мне напоминает какую-то актрису, но я вот никак не могу вспомнить какую. В некоторых контейнерах есть вентиляция. Надо проверить их. О, здесь парень. Извини. Просто груда коробок. Продолжу искать. Что-то мне подсказывает, что его вообще здесь не будет, но мы проверим. Свои материалы. Мальчика нет. Пианино? Это неожиданно. Но ребенка нет. Двинусь дальше. Продолжу искать. Не знаю, у меня ощущение, что нет, может быть, какой-то контейнер будет подозрительный, но пока... Хотя вот здесь вполне вероятно. Оружие Соболь? Соболь Интернешинал. Это еще что такое? О, Соболь поставляет кувалде оружие. Интересно, что еще у него есть. Так, одним вопросом меньше. Человек-паук, стреляй! Как вы меня... Громилы кувалды и оружие Соболя. Вот такого я точно не просил. На самом деле здесь ничего страшного не берет. Надо было это заснять! Я застрял! Я заснял, я заснял! Еще один БТР Соболь. Откуда только берутся? Прости, парень. Филиция, ты цела? Я так понимаю, это пушка. Все, оградуй тебя. У нас матеря! Я тебя порву! Нельзя подставляться, пацан! Ну, простите. Вот и все. Это было очень просто. Я надеюсь, что дальше это не продолжится. Просто скучновато. Мне интереснее по сюжету уже пойти. А там был сын, да? БТР, гранатометы, пулеметы. Вы хоть что-нибудь с Соболем оставили? Как он это делает? Делает что? Летает на пути? Вот, чуть не задело. Черт. Надо разобраться с ними и найти Филицию. Лучше убегай! Осторожно! Куда в материи? Остались двое громил? Еще чудо! Не за его прикончен! Он стреляет, когда он в паутине-то весит. Я тебе хребет сломаю! Интересно попробовать такую штуку. Если я поставлю равные шансы вот здесь, да? Не за тех, ты хребет! Да попади ты! Черт, ты хребет! Да, так работает. Ну, в общем-то, мы теперь узнали. Завтра все будет болеть. Ладно, пора найти Филицию. Я поменяю сейчас быстро на... Не важно на что. Искажающий, нет. Ну, искажающая... Учетверенный урон. Мне нравится, знаете что? Вот эта штука. Отбрасывающий удар. Она помогает тоже. Она сказала, что отправится в это здание. Филиция! Хранилище. Погодите. Прикольно. Это как раз-таки тот самый Твердолобы, он же Кувалда. Круто. Филиция! Нет, нет, нет. Ты что, серьезно? Не было ребенка, да? Не говори мне, что ты меня дурила! Прости, милый. Без тебя такой куш было не сорвать. Все это из-за флешки Кувалды. Все богатство Маджи у меня в руках. Ты отдала Кувалде поддельные флешки? Он на меня рассердится, да? Так... Похищение и... И твой сын... Это все было вранье? Вранье – сильное слово. Давай скажем заблуждение. Поступи по совести. Отнеси флешки в полицию. Это мой заработок. Кувалда серьезно настроена, его ничто не остановит. Вообще-то я его даже притормозила. Тут всех перебили! В хранилище! Мне пора. Я выпью за тебя на Ривьере. Фелиция! Вот жуча. Как нечестно. Босс, мы тут! Эй! Флешки нет. Новый план. На этой флешке есть жучок. Найдите ее и убейте. А если она сунется в свое гнездышко, то у меня там на готове отряд, который взорвет ее к чертям. А как же флешки? Да плевать на флешки. Главное, прикончите ее. Понял, мы ее найдем. Озвучка Кувалда сомнительная, если честно. Если во флешке есть жучок, то у Фелиции проблемы. Нужно ей позвонить. Она нас бросила, а мы ее спасаем. Таков паук. Соскучился. Кувалда знает, где ты и собирается тебя убить. На твоей флешке есть жучок. Не понимаю я тебя. Я обвела тебя вокруг пальца, как сопляка. А ты пытаешься меня спасти. Как у тебя выходит всегда быть таким добрым? Дело не в доброте. Я просто пытаюсь делать то, что правильно. Ты такая способная. Попробуй помочь кому-то, кроме самой себя. Ну да. Ты уже должен бы знать, что это не мой стиль. Люди меняются, делится. Целую, паучок. Я буду скучать. Стой, твой пентхаус, они его заминировали. Не волнуйся. У меня все девять жизней в запасе. Черт. Ладно, посмотрим, что там. Она почему-то не боится. Видимо, есть какая-то тайна. Не знаю. Конечно, насчет сына теперь вообще можно расслабиться. Давай. Лечу как можно быстрее. Он меня подгоняет, но времени-то нет. Могу лететь теперь полчаса. Неплохо, если у нее есть свой пентхаус. Видимо, она совсем вот не бедно живет. Филиция! Филиция! Она знала это. Ну, она знала, что... Он же ее предупредил. Продолжение следует... Ну, нет. Серьезно? Короче, понятно. Тут все три DLC, они связаны между собой одним сюжетом. И в следующем DLC мы узнаем продолжение. То есть, я думал, как. Как и во всех DLC, это типа, знаете, разные DLC с разной историей. Маленькие и мини-истории. Но здесь, видимо, не так. Здесь одна большая. Тем более, мы увидели связь с Соболем. Как раз-таки вот эти воины, это воины, видимо, мафии. Банд. Ну, окей. Ого. А тело так и не нашли? Нет. Думаешь, она жива? Не знаю, но... Все возможно, да, но... Ну... И каково тебе не быть папой? Нет. Нет, серьезно. Честно, это... Это облегчение. Ну, у меня и так полно проблем. Да, да уж. Но... Отец из тебя выйдет отличный, по-моему. Когда-нибудь. Думаю, да. Сын-паук. Нет, она точно жива. Вот прям... Не знаю. Как бы я даю 100%, что она выжила. Вы завершили кампанию ограбления. Приключения продолжатся в следующей кампании. Войны банд. А, ну да. То есть это и называется Войны банд. Я почему-то забыл там как-то... Что-то там было такое, да? Странное название. Но, в общем-то, да. Все. Все. Все то, что мы и ждали. Этот костюм у нас доступен. UK паук. Не знаю, почему не перевели, типа... Капитан там... Ой, паук Британия. Ну, как-нибудь так. Но костюм здоровский. Посмотрите, как он выглядит. Еее. Стильно, да? Мне очень нравится сзади паучок. Классно. Дизайн хороший. Я, конечно, еще сильнее хочу открыть вот этого паука. Теперь у меня игра, кстати, пройдена на 96. Ну, то есть костюмы. Да и, по сути, сама игра. Видите, тут. На 79. А что мне осталось пройти? Это испытания и все? Тут же больше ничего нет. Нет, ну правда. Смотрите. А, вот. Как по нотам. Побочное задание. Да, мы идем туда в любом случае. А этого не было. Я вот сколько раз карту за сегодняшнюю серию открывал, ни разу не появилось, что там есть побочка. Почему-то. Я не знаю, как это работает. Так уже было у меня в основной игре, когда я проходил... Ой, с чем это было связано? Помните, пожалуйста. Я забыл. Сын от гроби. Да. Привет. Мне нужен детектив Маки. Маки? Не, не знаю такого. Старый такой, с усами. Либо участком ошиблись, либо вас кто-то разыграл. Да, разыграл. Это точно. Детектив Маки. Или лучше сказать, Уолтер Харди. Эй, не суди меня строго. Я сделал то, что было нужно. Твоя дочь считает, что ты погиб. Пусть продолжает считать. Для ее же блага. Ладно? Ладно? Ты меня одурачил. С чего мне что-то делать для тебя? Потому что ты хороший парень. Береги мою девочку. Еще один. Какой же я лопух. Надо стать таким же бессердейственным сыником, как все вокруг. Ну, в общем-то, видите, я как и сказал, это реально ее отец. Я почему-то сразу не допер. Вот это главное моя... Я такой, о, он похож на стернолину. Я не понял, что это Уолтер Харди. О, да. Ну, осталось пройти, по сути... Что там еще, долгий срок? Что мне требуется вообще, чтобы открыть? Все задания в районе компании. В районе компании. А? Что это означает? Ну, видимо, челленджи и еще какие-то мини-задания тоже нужно попроходить с бандой. Тревога всем постам. Подтверждена. А, погодите, я знаю. Смотрите. Преступление Маджи. Преступление Маджи. Это, видимо, вот это все нужно выполнить. И тогда я смогу... Да, видите, испытание чудил. То есть, когда я вот это все повыполняю, то тогда у меня откроется... Оооо. Так, я снова с вами. Отключился на секунду. За это время, правда, много всего успел. О, у меня еще одно преступление. Замечательно. 94% я прошел DLC. Посмотрите. Вот. Но, как я понимаю, нужно пройти на 100, чтобы получить вот этот костюм Кайна, который прям самый офигенный. Я хочу его получить, но здесь нужно будет еще, видимо, выполнить вот эти испытания, которых еще 3 или 4. Раз, два, три. Все, их, видимо, три. Вот, смотрите. Получается, у меня сейчас 94% не осталось. Сколько здесь? Ну вот, 3, 4, 5. То есть, 95, 96, 97. 97% будет. И еще 3 испытания, вот и 100. То есть, за каждое испытание по проценту. Сегодня я уже не успеваю. Я и так ночью записываю. Так что, я сделал отдельный ролик о том, как можно получить все эти 3 костюма. Немножко их поближе покажу. В общем-то, ждите. Ну, а, наверное, пока прохождение DLC закончено. Спасибо, что были со мной. Поддерживали. Поддерживайте лайком, если хотели бы видеть больше такого. Оставляйте комментарии. Конечно, подписывайтесь и смотрите другие ролики. Прям колокольчик прожимайте. Всем спасибо. Всем пока. Ждем новое DLC. Будем его проходить. Пока.